Тет-Атет с Зеленским, Совет Украина-Турция и десятки соглашений, первые детали визита Эрдогана. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган с официальным визитом 3 февраля прибыл в Украину. В рамках визита подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами. Все подробности визита Эрдогана в Киев, в материале РБК Украина ниже. Украина и Турция подписали соглашение АЗСТ. После личной встречи Эрдогана и Зеленского началась церемония подписания ряда соглашений между Украиной и Турцией. В частности подписано соглашение АЗСТ, заявление Зеленского. Зеленский назвал подписание соглашения историческим моментом, отметив, что это новые возможности для бизнеса, прибыли, инвестиции и рабочие месяцы. Есть вещи более важные, это безопасность и мир, поэтому стоящие вызовы их преодоления были основной темой нашей встречи, добавил Зеленский, поблагодарив Эрдогана за активное участие Турции в Крымской платформе и поддержку крымских татар. Отдельно хочу поблагодарить за инициативу стать посредником между Украиной и Россией. Не важно где ставить точку в войне, важно чтобы все были готовы к этому, подчеркнул он. Заявление Эрдогана. В свою очередь Эрдоган отметил, что его визит пришелся на чувствительный период и отметил поддержку территориальной целостности Украины, включая Крым. Турция готова делать все должное, чтобы закончился кризис двух стран. Мы с удовольствием примем саммит на уровне лидеров или технических переговоров, сообщил Эрдоган. Разговор тет-а-тет. Около 13 часов ровно Эрдоган прибыл в Мариинский дворец, где его встретил президент Украины Владимир Зеленский. На данный момент лидеры проводят встречу тет-а-тет. После этого под председательством Зеленского и Эрдогана состоится 10-е заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. В Украине построят завод «Байрактор». Утром министр обороны Алексей Резников выступил с брифингом для СМИ, на котором раскрыл. Текст озвучен с помощью Яндекс Спич Кит. Детали одного из соглашений, которое сегодня будет подписано с Турцией. Речь идет о строительстве в Украине завода по производству беспилотников «Байрактор». Также планируется создание центра обучения летчиков, которые будут управлять дронами. Ожидание от встречи. Перед визитом в Украину Эрдоган выступил с заявлениями о предстоящих встречах. По его словам, сегодня 30-летие дипломатических отношений Турции с Украиной и визит имеет особое значение. «Мы еще больше укрепим договорную основу наших отношений», подписав соглашение в различных сферах, сказал он. По его словам, в отношениях с Украиной достигнут серьезный прогресс, особенно в таких сферах, как торговля, инвестиции, туризм и оборонная промышленность. Несмотря на эпидемию, в прошлом году мы приняли в Турции более 2 миллионов украинских друзей, объем двусторонней торговли увеличился примерно на 60% по сравнению с 2020 годом и достиг 7,5 миллиарда долларов. «Мы предпринимаем твердые шаги для достижения нашей цели в 10 миллиардов долларов. Я верю, что соглашение о свободной торговле, которое мы подпишем по случаю моего визита, позволит достичь этой цели в короткие сроки», — отметил он.